Вы смотрите «Встреча на Рифея». Честный разговор двух неравнодушных людей. В студии Светлана Заболоцких, а у нас в гостях депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края Владимир Кузьмич Корсун. Здравствуйте, Владимир Кузьмич. Здравствуйте. Владимир Кузьмич, вот месяц прошел с момента губернаторских выборов. Ваша оценка им и насколько вы довольны результатом и довольны ли вашего кандидата, которого выдвигали от КПРФ? Наверное, скажу прямо. Собственно, как и все выборы за прошедшие 24 или 23 года, это не выборы, это назначение нужного человека на определенную должность элементами голосования. КПРФ остается второй партией в регионе. Поэтому результатами нашего кандидата, пусть она набрала 7,5%, но это позволяет говорить о том, что мы действительно остаемся влиятельной партией здесь. А как вы считаете, молодость политика, это его плюс или минус? Я думаю так, что если молодая энергия сочетается с волей, умом и порядочностью, то это безусловно плюс. Если ты пришел во власть не ради набивания своего кармана... То не важно, сколько тебе лет. Да. Но если ты даже демонстрируешь хорошее руководство, у тебя регион развивается, люди тобой довольны, честь и хвала такому человеку. Поэтому, еще раз говорю, дело здесь не в возрасте. А вы намерены выстраивать конструктивный диалог с новой властью? Я думаю, что сколько существует фракций КПРФ в законодательном собрании. Мы, коммунисты, всегда демонстрировали именно конструктивный диалог. Все, что власть предлагает, предлагают те законопроекты, которые улучшают уровень жизни, качество жизни пельмяков, мы всегда поддерживаем. Хотелось бы, чтобы и власть, и партия власти тоже нас слышала, наши законопроекты, которые именно на это и направлены. Вы накануне пленарного заседания фракции собираетесь, то есть обсуждаете повестку. И вообще, как проходят эти обсуждения? Потому что есть устойчивое мнение, Владимир Кузьмич, о том, что коммунисты всегда очень много дискутируют. Парламент – это, я считаю, место для дискуссий. И действительно, лучше семь раз отмерить, а один раз отрезать. Поэтому практика, она уже даже не мной заведена, что перед каждым законодательным собранием обязательно собирается фракция, обсуждается полностью повестка дня, обсуждается те заявления, которые будут делать депутаты, ну и прочие вопросы, которые именно связаны с парламентской деятельностью. Да, бывает, что действительно бывает острая полемика по определенным вопросам. Но всегда находим компромисс, всегда прислушаемся к нашему партийному руководящему органу, к президиуму ЦК, то есть к те партийную цену, которые у нас есть. Поэтому здесь у нас все нормально. Скажите, почему всегда вы выступаете против принятия бюджета? Вот сейчас в законодательное собрание внесен проект бюджета на ближайшие три года. И бюджет Пермского края, он социально ориентированный. Причем нынче даже количество программ, денег, вернее, выделяемых на социальные программы, даже переводило за 70%. Но вот как в этот раз будете вести себя вы? Давайте происходим так. Бюджет вносится на фоне, что нам утверждают, что у нас экономика стабилизировалась. Значит, кризис вроде бы и пройден, и мы пошли в гору. Но при этом нам напоминают, что ближайшие три года пенсии будут снижаться, а до 35-го года они не будут повышаться. Ну, извините, собственно, мы с 12-го года наблюдаем, что у нас пенсии ежегодно снижаются, потому что инфляция все съедает, тарифы растут. Как бы там ни говорили, что у нас производство развивается, но наглядный пример. ГШМ, завод горно-шахтного машиностроения, закрыт. Никто не собирается ни инвестировать, ни развивать. Там вырезается оборудование под среди металлолома. Происходит сокращение. Последний пример – это гора «Электротранс». Сокращает 10% водителей, это значит кондукторов. То есть мы должны понимать, что одно дело нам говорят, а другое дело, что расходят с реальностью. Я не буду сейчас конкретизировать бюджет. Там более тысячи страниц, и поэтому это требует углубленного изучения его, для того, чтобы вынести свое решение какое-то или свои поправки. Не буду говорить. Но я просто хочу вам сказать, что если берем медицину, то наша бесплатная медицина подорожала на треть. Это не лучшее дело в образовании стоит. И те количество жалоб, где действительно идут поборы в школах, они тоже имеют место быть. А скажите, а к вам приходят, обращаются жители Пермского края с какими-то просьбами. В этом-то как раз и проблема, что идет поток граждан с этими обращениями. Что у него самое настораживает, что ответы властных структур, депутату и тех, кто к нему обратился, носят формальный характер. И это уже стало нормой. Вот это настораживает. Потому что, скажем, год назад такого не было. Но, по крайней мере, 55% обращений положительно лишались власти. Владимир Кузьмич, еще ваше мнение хотелось бы услышать по заводу Шпагина. То есть есть предложение его продать. И на месте завода Шпагина вы были вместе с губернатором, с группой депутатов на этом предприятии совсем недавно. И какое у вас сложилось впечатление? Стоит это дело или не стоит? Стоит там организовывать территорию культуры, тот первого города, о котором уже так много говорят? Ну, скажем так, кривотолки, которые существуют, я бы задавал вопрос напрямую губернатору. Получил честный ответ, что это никакой пока не проект, а не более, чем его идея, которая может потребовать ни одного даже десятилетия. Я, в принципе, поддерживаю его идею относительно этого 12 гектара, где расположен завод имени Шпагина. Предприятие, оно довольно... Ну, скажем так, никто туда ничего не инвестировал. Она 200 человек работающих. Есть более, скажем, нормальная, хорошая площадка. Это Верещагина. Но что, собственно, настораживает меня и вообще Перемяков, кто ко мне уже обращались? Ни одно обращение и в электронном виде, и в письменном виде. Есть заверения губернатора, что все, кто работает на заводе Шпагина, будут трудоустроены. Там, в основном, металлообработка. То есть, считают, что количество рабочих мест у нас предостаточно, чтобы их трудоустроить. Народ в этом сомневается, поскольку прекрасно видят, что идет и сокращение зарплат, и, собственно, безработица скрытая. Она довольно существенная. Ну, вы возьмите на свой контроль тогда трудоустройство тех рабочих. Вот я буквально на днях беседовала в этой студии с вашим коллегой по парламенту, ну, правда, из правящей партии Единой России с Валерием Трапезниковым. Вот он на эту тему высказался следующим образом, что он под свой контроль возьмет трудоустройство этих людей. Значит, будут обращения, будут, соответственно, реакции и со стороны фракции КПРФ. Я просто о другом хочу сказать. Я действительно поддерживаю. Продает РЖД этот завод, эту линию, значит, за, пусть там это 445 миллионов, значит, это нормально, с рассрочкой, тем более. Это никак не ложится на бюджет, потому что там просто идет преиспределение денег. Но народ задает вопрос, не получится ли у нас, как сказал Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть, да, купили эту территорию, а затем, ни с того ни с сего, значит, эта территория оказывается в руках нужных людей, которые строят свои объекты и опять набивают свой карман. Вот это действительно настораживает. Поэтому действительно здесь многое зависит и от нашей фракции, и вообще от законодательного собрания, что был должный контроль. Ну, это одна из, вернее, функций депутата, контроль за действиями исполнительной власти. Владимир Кузьмич, не могу не спросить по поводу проверки. Сейчас отключемся от законодательного собрания. Вы еще являетесь первым секретарем Крайкома КПРФ у нас в территории в нашем регионе. И приезжала из Москвы серьезная такая группа проверяющих. Разные ходят толки, разная была информация, чем это все закончилось. Поясните, пожалуйста. Проверка это не первое. Даже в этом году мы недавно прошли очень серьезную проверку. Загласно закону политических партий, каждое региональное отделение и партия в целом должна пройти аудит. Значит, вот аудит у нас закончился. Должен сказать, что очень хорошие, то есть, кто проверяющий отметили, значит, что у нас все... Порядок. Порядок. Да. И как сказал аудит, наверное, даже мы попадаем среди лучших в России. Ну, что касается... То есть, смена поколения неизбежна. Это я говорил всегда, это говорил наш лидер Геннадий Андреевич. Значит, я к этому отношусь спокойно. Собственно, это я заявлял и на конференциях, и на пленумах. Мне скоро будет 65 лет. Так что, действительно, хотелось бы, что видеть и кому-то передать дела. А есть кандидатура? А самому, как это предлагает президиум ЦК, сотворочиться на работе во фракции КПРФ. А есть у вас кандидатура? Или это пока не раздражается? Я думаю, что всему свое время, да, значит, когда будет принято решение в президиуме, тогда она будет оглашена. А пока готовимся к праздникам. Моя задача их провести достойно. Значит, готовим автопробег. 14-й он пройдет по революционным местам нашим в городе Перми. Затем научно-практическая конференция пройдет к КПРФ 28 октября. Затем я еду приглашен в Санкт-Петербург, Ленинград. Там начнется, значит, мероприятие, посвященное столетию Велико-Октябрьской социалистической революции, которая затем плавно перейдет в Москву. 5 ноября у нас пройдет большое мероприятие, посвященное столетию Великого Октября в ДК Солдатову в 14 часов. Причем нужно отдать благодарность, хочу высказать, и главе города Перми и Гордуми, губернатору и министру культуры, при участии которых проходит эта подготовка. Ну что ж, спасибо Владимир Кузьмич за то, что вы нашли время, пришли на нашу передачу, рассказали о том, что есть на сегодняшний день, чем живет фракция КПРФ в законодательном собрании, о том, что нас ожидают в преддверии столетия Октябрьской революции. Спасибо. Все добро. Вы смотрели «Встречи на Рефее». Смотрите нас каждый четверг. Будет любопытно. Редактор субтитров А.Семкин